топ-5 тв-боксов до 50 баксов на весну 2024 года что-то блин вообще топ-5 поломался и при этом это действительно не очень хорошо но при этом у нас появились новые участники и это все мы рассматриваем на канале технозон поехали мы на главной странице нашего канала подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропустить дальнейшие наши такие вот интересные обзоры и конечно же ссылки на все то что мы обозревали все то что здесь будет представленным и на обзоры на правильных продавцов в описании под видео вообще на самом-то деле топ очень сильно огорчил потерей главного места топ самого топ-1 я вам объясню это был сяоми митв стик 4k и на текущий момент это прямо проблема проблема поясню дело в том что он стоил 44 45 долларов и он дошел до того что на него начали появляться модифицированные прошивки с рут правами именно это сыграло злую шутку дело в том что для компании которая выпускает сертифицированные тв-боксы любая прошивка с рут правами и тем более модифицирована это залет это залет по условиям сертификации самого google потому что в данном случае это залет по условиям получения лицензии netflix это залет по условиям лицензии drm l1 и white wine play ready ну white wine play ready drm cnc clear key короче ребят сяоми попала именно из-за того что кто-то до модифицировался прошивки на текущий момент если мы посмотрим на алиэкспресс ведем сяоми мид его стик 4k ну хотя пишет в стоке да там 48 долларов вы заходите к сожалению там только ми бокс с да там второй генерации мид его стиков уже нет можно найти еще остатки какие-то за 77 долларов к сожалению уже от 72 до к сожалению 7 а 72 77 сожалению это единичные продавцы буквально на днях их уже не будет возможно они вернутся когда исправят скажем так вот это вот возможность установки модифицированной прошивки очень на это наде надеюсь но так просрать сертифицированный ты в бокс это могли только рома делай не знаю что любое вскрытие и да и скажем так вот права выдача root прав в нетфлик сертифицированный в боксе ведет ну просто какой-то да там скрывали когда-то допустим тот же самый видео шил но потом инвиде это все очень быстро пофиксила и то что вскрывали какие-то сертификаты а в конечном итоге они дни netflix сертифицированный без лицензии долги и тому подобное просто сертифицированный android tv там еще кто-то как-то куда бедно терпел на текущий момент сяоми медовый стик вылетает из топа до 50 баксов обидно хорошо кстати такая же судьба может ждать ждать и другой тв-бокс ну ладно посмотрим теперь микул к м2 плюс ой микул к м2 простой вылетел вылетел тоже из топа потому что он стал стоить намного дороже чем 50 долларов на микул официальном 66 долларов на каких-то сторонних не знаю странных очень сильно продавцах до 50 55 51 52 но это уже дороже 50 долларов вылетел все нету микула к м2 здравствуй вася новый год скажем так нету вот он такой все прощай до свидания и у нас остается 5 тв-боксов и они и 3 в не топов не топовые места у нас хака про хотя я и анонсировал что он переходит версия 2 на 16 в топ до 50 баксов но с учетом того что у него постоянный hdr и плюс и плюс у нас появился новый участник у которого нет этой проблемы он стал более привлекательным новый участник он с такими же характеристиками но более привлекательный чем вот этот поэтому этот остается во вне топе а также у нас во вне топе теперь колыхается очень старыми кулка m9 pro classic с европейской вилкой за 38 баксов кроме того что здесь нет dolby аудио лицензии нет у него допустим того же самого нетфликса и тому подобных дел у него самая простая сертификация android tv есть голосовой пульт и все кстати пульт здесь обновленный bluetooth неплохой с программируемые кнопками для телевизора и в принципе за 38 баксов версия вот этого 2 на 16 на 905 x2 устаревшим процессором самый стабильный самый холодный просьбал без а в один кодека но вот он работает и за 38 как там базовый сертификат можно взять на для для мигуга например в принципе можно брать дрм l1 у него есть но вот он вне топовой потому что есть более интересные варианты и в принципе все у нас два вне топовых а мы теперь поехали по топом на пятом месте у нас серия вонтор вонтор x4 вонтор x3 знаменитые тв-боксы вонтор x3 знаменит тем что это 905 x3 процессор 4 на 32 есть до 4 на 128 но мы рассматриваем конкретно версию 4 на 32 на нее можно установить модифицированную прошивку от югус достаточно устаревшую но она в принципе работает и очень стабильность 1000 мегабитным ланом это единственный представитель 1000 мегабитным ланом до 50 долларов не сертифицированный как в принципе и вонтор x4 примерно братья близнецы только здесь с 905 x4 процессор но при этом на нее нет югус модифицированной прошивки но есть slimbox тв-прошивки и делает его действительно неплохим вариантом но тут момент такого рода что я бы уже x3 с учетом того что на раздачах начали появляться а вы один раздачи то x3 становится уже не очень-то привлекательным люди хотят имея более скажем так медленный интернет выжимать более лучшее качество именно более современные кодеки дают эту возможность поэтому вонтор x4 для нас становится более приемлемым за 40 долларов вы получаете тоже там 4 на 32 версию потому что 4 на 64 стоит у нас сейчас мы посмотрим слушайте 4 на 64 стоит 65 баксов и 45 баксов за 45 баксов это в принципе нормальная цена 104 на 128 уже стоит за скажем так 50 но за 40 долларов вы получаете моджик с 905 x4 вы получаете 1000 мегабитный лан 4 на 32 формула памяти более-менее нормально работающий вай-фай но немножечко нужно доколхозить охлаждение либо вообще не морочится с ним и прошить на slim box будет шикарный тв-бокс для скажем так не совсем лицензионного контента на четвертом месте у нас вот этот вот реал мисс тв стик 4k потому что нам нужен стик в топе до 50 баксов и при этом еще и сертифицированный здесь google тв здесь у нас нет dolby vision и пульт честно говоря такой сомнительный в том плане что нельзя управлять вашим телевизором но это google тв 2 на 8 формула памяти что в принципе свойственно для всех сертифицированных нормально сертифицированных устройствам 2 гигабайта хватает абсолютно для всего здесь им лоджик с 905 y4 процессор здесь у нас нормально работающий вайфай и есть сертификация netflix есть сертификация dolby аудио и конечно же просто сертифицированный тв стик советую посмотреть наш обзор ничего примечательного но в топе он есть потому что стики нам нужны на третьем месте у нас вот такая вот прелеста никс в 2 и вы спросите почему таник стоит выше в топе чем допустим тот же самый вонтер а потому что таникс вы можете базово купить за 24 бакса или за 31 в этом потому что за 29 вы можете купить 4 на 32 а за 24 можете купить 2 на 16 дешевле и честно говоря снискал он такое вот даже учитывая что у него 100 мегабитный lan он снискал такое по такую популярность сумасшедшую что за него действительно проголосовало больше людей у нас даже на в нашем украиноязычном чате вот в описании под видео и ссылка там есть даже таникс клуб там люди обмениваются какими-то гейскими значками ну так как знаете но бокс действительно прикольный дешевые работающие для не совсем нормального скажем так лицензионного контента и таникс x4 у нас попал сюда за 48 долларов хотя я бы поменял бы вонтер и таникс местами я бы поменял бы но если бы не этот долбанный клуб который голосует где-то поэтому голосит и мы отзывы эти все получаем поэтому таникс на третьем месте я вот честно вам скажу тут вот мое мнение вонтер и таник сменить местами вы напишите в комментах интересно ваше мнение а на втором месте у нас кикпи кп-1 и я мог бы показать кикпи кп-1 за 48 долларов однако покажу хаматикс бокс эрлайт 4к у меня спросите блин стоит хаматикс бокс эрлайт 4к стоит 65 баксов и он стоит этих денег я вам честно скажу но существует его клон кикпи кп-1 с полной поддержкой того же самого с нетриксом с долби аудио с теми же самыми характеристиками процессора им лоджика с 905 и 4 2 на 32 те же самые порты те же самые материалы даже пульт такой же сам с адаптивным hdr и действительно на втором месте он и должен быть то есть был бы долги vision был бы на первом но нет долги vision теперь смотрите если проверять сертификацию то он действительно есть у нас в сертификации netflix пожалуйста а в 1 это тот же самый кикпи кп-1 супер поэтому единственное единственное чего я не уверен это насчет долги атмоса потому что на странице продавца то есть написано долги digital плюс а долги атмос не написано то есть здесь вполне возможно вот именно это и разница есть долги атмос долги ну то что эта платформа одна и та же это факт стоить он может дешевле конкретно из-за долги атмоса но все равно на втором месте и на первом месте у нас глобальная версия вы кстати по хаматиксу можете пойти посмотреть мой мой обзор и те кто говорят что в кикпи нет айфера сделаем айфер сделаем айфер через тиви quick action с разработчиком ведем переговоры сделаем не вопрос и теперь глобальная версия сяоми mid tv box 2 генерации my box с 46 долларов это единственный представитель сейчас в топе до 50 он правда на google tv 2 на 8 с единственным юсб но dolby vision dolby атмос dts netflix и все сопутствующие лицензии то есть это единственный полностью сертифицированный tv box по максимуму заряженный в топе до 50 баксов и кстати он обгоняет даже многие топы которые от 50 до 100 баксов по своим возможностям я его использую на постоянно но учитывая то что на него тоже появилась прошивка модифицированная с root доступом я думаю что очень быстро этот бокс тоже может закончиться по крайней мере до момента исправления этой прошивки но имеем что имеем советую посмотреть мой обзор на этот сяоми ми бокс с 2 ревизии а я презентовал свой топ пишите ваши комменты с вами был бабл на канале техно зон пока